Без газа сегодня нельзя представить наш быт. Газ обеспечивает в доме тепло, комфорт и уют для каждого члена семьи. Он настолько вошел в наш обиход, что нередко начинаем забывать, что является источником повышенной опасности, который при малейшей небрежности или неосторожности из удобного помощника может превратиться в злейшего врага. В последнее время возросло количество несчастных случаев при пользовании газом в быту, которые привели к пожарам, а также получение граждан термических ожогов и их гибели. Наиболее распространенная причина данных несчастных случаев – неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. Во избежание несчастных случаев во время приготовления пищи важно соблюдать простые правила. Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за работой газовой плиты. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана горелки. При пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. Необходимо быть предельно осторожными, не пользоваться гаджетами, по возможности не использовать широкую и легко воспламеняющуюся одежду, так как на горелках газовых плит присутствует открытый огонь. При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием, открыть окна для проветривания помещения, оперативно сообщить специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104, а при пожаре по телефонам 101 или 112. Несчастные случаи произошли с детьми от возгорания одежды при приближении к их газовой плите в момент чтения сообщений мобильного телефона или в момент общения по мобильному телефону. Важно помнить, что помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования требуется обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха. После каждого использования газоиспользующего оборудования следует прикрывать все краны на нем и подводящем газопроводе. Следует помнить, что соблюдение требований правил пользования газом в быту – это не только обязанность каждого потребителя, но и залог безопасности. Рыбалка – любимый вид отдыха многих людей. Рыбаки, находясь на месте ловли, концентрируются исключительно на своих снастях и водоеме, забывая просто оглянуться вокруг и убедиться в отсутствии потенциальных источников опасности. Один из главных – электричество, точнее, воздушные линии электропередачи. «Опасность электричества в том, что порой не требуется даже прямого контакта с таковедущими частями. Риск поражения возникает при приближении к ним на недопустимое расстояние. Рыбаки в своем арсенале имеют большое разнообразие удилищ. Изготовленные из современных синтетических, так и проводящих материалов – легкие, длинные. Они представляют реальную опасность при ловле рыбы в охранной зоне линий электропередачи». Для каждой линии электропередачи существует охранная зона, которая представляет собой определенное пространство земли и воздуха вдоль крайних проводов. «Случаи поражения электрическим током происходят из-за пренебрежения правилами безопасности при эксплуатации удилищ. Более того, на самих удилищах размещены специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли рыбы в грозу и вблизи воздушных линий электропередачи». Возле водоемов рек, где проходят воздушные линии электропередачи, установлены предупреждающие плакаты «Ловить рыбу опасно для жизни. Охранная зона 10 метров». Находясь на рыбалке, категорически запрещается ловить рыбу под воздушными линиями электропередачи, проходить с поднятой вверх разложенной удочкой под проводами линии электропередачи. Также не прикасайтесь к оборванным проводам линии электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров. Поэтому следует помнить, рыбалка в охранной зоне линии электропередачи и вблизи энергетических объектов смертельно опасна. При обнаружении свисающего или оборванного провода, искрения, других признаков неисправности электроустановок немедленно сообщить по номеру телефона 144. Субтитры создавал DimaTorzok